Соревнования по лапте, волейболу, баскетболу, футболу и веселые старты прошли в населенных пунктах округа в день праздного дня физкультурника. В Наринмаре центральной площадкой спортивных мероприятий стал стадион «Лидер». Там состояли соревнования по мини-футболу. День физкультурника в Наринмаре ежегодно отмечают спортивными мероприятиями. В этом году организаторы решили провести соревнования по футболу и баскетболу. Мини-футбол собрал 10 команд из Наринмара, Нельминоса и Красного. Соревнования проходили по круговой системе. Групповые матчи, а затем плей-офф. В финале столкнулись две сильнейшие городские команды «Динамо» и «Норд». Финальный матч проходил практически на равных. Команде «Норд» только по серии пенальти удалось вырвать победу у команды «Динамо». Третье место досталось игрокам команды «Страйк». Победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. Соревнования по дворовому баскетболу из-за плохих погодных условий пришлось перенести на следующую неделю. Отмечу, что День физкультурника – праздник с глубокими корнями. Идея празднования получила широкое распространение в 30-х годах XX века. Именно тогда появился лозунг «В здоровом теле – здоровый дух», а спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. В обществе прочно закрепилась мысль о том, что «здоровая нация» не может существовать без широкого приобщения к физической культуре и профессии. Связанные со спортом и физической культурой стали популярными и востребованными. Практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы. «День физкультурника – праздник близкий не только спортсменам и физкультурникам, но и всем, кто ведет здоровый образ жизни», – написал на своей странице ВКонтакте глава региона Игорь Кошин. Людей, которые ведут здоровый образ жизни, становится все больше. Как главе региона и жителю Наринмара мне приятно видеть, что по вечерам стадион «Лидер» заполнен бегунами и футболистами. В бассейне востребованы даже утренние сеансы, набирают популярность скандинавская ходьба и движение воркаут. В округе развивается спортивная инфраструктура. За счет бюджетных средств строятся и содержатся десятки спортивных сооружений, залов и комплексов. Но что особо радует, появляются и частные учреждения – тренажерные залы, школа танцев, которые находят своих посетителей. Конкуренция создает выбор, а это ведет к тому, что каждый набирает себе спорт по душе. Символично, что на волне празднования физкультурников на Наринмаре открылась первая площадка для тренировок по воркауту. Специальные конструкции, среди которых брусья, турники и рукоход, находятся в городском парке в районе улицы Рыбников. Подробности в материале выпуска. Игорь Мартьянов занимается хоккеем три раза в неделю. В дополнение к тренировкам молодой человек планирует заниматься на площадке для воркаута по выходным. Спортсмен отмечает, расположена она в удобном месте. Парк – отличное место для прогулок, пробежек и занятий физкультурой. Сейчас модно быть трезвым, модно не курить, модно заниматься спортом. И это замечательная тенденция, и я рад, что у нас в стране и в округе это движение есть. Воркаут – это любительский вид спорта. Он заключается в выполнении упражнений на турниках, брусьях, горизонтальных лестницах или вообще без специальных снарядов. Основной акцент в занятиях делается на работу с собственным весом, на развитие силы и выносливости. Упражнения выполняются на свежем воздухе, на уличных спортплощадках. В Нарьенмаре её возводили общими силами сами спортсмены. Работы по установке оборудования от разметки до официального открытия заняли около месяца. Буквально за один день мы сделали разметку, на следующий день уже пришли бурить отверстия. Что самое интересное, сначала мы договорились с организацией, у которых есть специальная установка бурильная для таких дел. Но в последний момент у нас ничего не получилось. И в итоге придумали сделать отверстие обычным ледобуром. Средства на реализацию проекта активисты получили из окружного бюджета в рамках конкурса грантов для НКО. На создание условий для развития уличного спорта в регионе было выделено чуть более 200 тысяч рублей. Проект принёс не только пользу самим ребятам, но и тем, кто будет здесь заниматься. И я думаю, что их мечта, как Саша сказал, она у него осуществилась. Если эта мечта будет приумножаться, это будет самое главное. А те, кто сидят на диване и только скептически ко всем этим вещам относятся, ну, наверное, это не их день. Уже сейчас все желающие могут заниматься на спортивных снарядах. Занятия позволят жителям города не только тренироваться в рамках движения воркаут, но и развить силу, выносливость, ловкость, а также подготовиться к сдаче отдельных нормативов комплекса ГТО. Стоит отметить, что все турники надёжны и абсолютно безопасны. Концы, они закруглённые, и крепления у них специальные, то есть они нетравматичные. У них у каждого устройства есть свой паспорт, и они соответствуют всем нормам, всем необходимым для того, чтобы граждане безопасно абсолютно занимались здесь спортом. Активисты некоммерческой организации на одной площадке останавливаться не собираются. В планах у них расширение возможностей для занятия спортом на улице, открытие новых площадок в других районах города, а также в населённых пунктах округа. Валентина Чебичев, Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Акция «День дворового спорта» впервые прошла по всей России. Ненисский округ не остался в стороне от этого мероприятия. В Наринмаре любители уличного спорта собрались сразу на четырёх площадках. На площадке в посёлке искателей спортсменов можно встретить каждый день. Молодые люди занимаются на турниках и катаются на велосипедах, играют в баскетбол и футбол. В семь часов мы здесь играем, каждыми днями. Двух капитанов назначаем и всё, они выбирают. В «День дворового спорта» по всей России состоялись игры и спартакиады, турниры, матчи по разным видам спорта, семейные спортивные праздники под девизом «От победы во дворе к победе в жизни». Такой девиз выбран не случайно, ведь нынешние олимпийские чемпионы, которыми гордится страна, тоже начинали свой путь с дворовых команд. И у ребят, которые сегодня занимаются на площадках, есть шанс добиться таких же громких спортивных побед. Принять участие в состязаниях могут все любители активного, здорового образа жизни. Сегодня мы проводим мини-футбол, стритбол и троеборья. В троеборье включены бег на дистанцию 100 метров, толчки гири и челночный бег. В детско-юношеской спортивной школе поселка Искателей представлены 9 видов спорта. Поэтому опыт соревнований у ребят есть. Открыты они и для новых игр. Стритбол – совершенно новая игра. Пришлось молодым людям, юношам рассказывать, что это за игра и их правила. Акции «Всероссийский день дворового спорта» – она проводится впервые. Организаторы пытаются привлечь внимание миллионов россиян к темам социального дворового спорта, добрососедства, заботы о своих традициях и передачи социального опыта подрастающему поколению. По задумке организаторов, акция будет проходить ежегодно. Надежда Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север». 56 медалей завоевали наши спортсмены на 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. В общем медальном зачете Россия заняла четвертое место, уступив сборным Китая, Великобритании и США. 21 августа состоялась церемония закрытия Олимпиады. В последние три дня Олимпийских игр наши спортсмены добавили в копилку сборной 12 медалей. Так, семь золотых завоевали борцы Абдул Рашид Садулаев и Саслан Рамонов. Художественная гимнастка Маргарита Мамун в современном пятиборье в золото взял Александр Лисун. Отличились наши спортсмены в командных зачетах по синхронному плаванию, художественной гимнастике и гонболе. Три серебра в копилку положили боксер Михаил Алоян, борец Аниуар Гадуев и художественная гимнастка Яна Кудрявцева. Не остались в последние дни и без бронзы. Две медали принесли женская команда по водному полу и боксер Виталий Дунайцев. Напомню, в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро принимали участие 286 спортсменов в 23 видах спорта. На предыдущей Олимпиаде в Лондоне россияне также стали четвертыми в общем медальном зачете. Сейчас наши спортсмены готовятся еще к одному из самых престижных соревнований этого года. С 19 сентября по 1 октября в Канаде пройдет Кубок мира по хоккею с шайбой. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших сборных из Чехии, Финляндии, Швеции, Канады, России, США и две сборные команды из Северной Америки и Европы. Кубок мира с участием сильнейших хоккеистов, выступающих в НХЛ, пройдет в третий раз. Ранее он проводился в 1996 и 2004 годах. По разу победителями становились команды из Канады и США. В этом году, в отличие от прошлых Кубков мира, соревнования пройдут только в одном городе – Торонто. Все матчи турнира будут сыграны на арене Air Canada Центра. В составе каждой команды должно быть максимум 23 игрока, три из которых вратари. Команды разбиты на две группы, в которых сыграют по три матча, каждый с каждым. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал. Победитель группы А встретится с командой, занявшей второе место в группе Б, и наоборот. Победители полуфинала встретятся в финальной серии до двух побед. Каждая команда получает по 500 тысяч долларов за участие на Кубке мира. Победитель турнира получает 1 миллион долларов. Также каждая команда получит прибыль от трансляции выставочных матчей в преддверии Кубка мира, где она будет номинально являться хозяйкой площадки. Сборная Россия выступит в Кубке мира в группе Б, где ее соперниками будут команды Швеции, Финляндии и сборная молодых звезд Северной Америки. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!